Я очень рада приветствовать вас от лица мэрии города Казани, от себя лично, от Комитета содействия развития туризма города Казани, в здании Казанской ратуши, в историческом центре, в сердце Казани. Я очень рада, что одно из главных событий деловой направленности проходит именно в нашем городе, в нашем гостеприимном городе Казани. Сегодня Казань – это один из наиболее динамично развивающихся городов России. Именно у нас запускаются многие пилотажные проекты, которые потом становятся известны по всей России, потому что у нас, к нам, есть доверие центра. Но и мы сами часто выступаем инициаторами крупных интересных идей, которые впоследствии притворяются в жизнь. В этом зале около 300 участников из 20 городов России. Есть участники из Казахстана, Молдовии. И для нас это очень приятно, что вы к нам приехали и проявили к нам внимание и интерес. Нас всех объединяет то, что мы с вами являемся профессионалами в сфере проведения организации различного рода событий. И для нас главная задача – превзойти ожидания тех людей, для которых мы делаем эти мероприятия. В этом и заключается залог успеха. И я искренне, от всего сердца говорю, что вы всегда можете обращаться в Комитет содействия развития туризма города Казани для поддержки и для организации различного рода мероприятий. Казань любит вас. Welcome to Kazan. Ана-Рахим Итегес. Спасибо вам большое. Удачи, успехов. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Такое было хорошее официальное обстреление. Я буду не так официален. Пару слов расскажу. Вот меня заставили поговорить про маленькие шаги и про все такое. Это действительно я. Почему меня вообще зовут куда-то выступать? Помимо знакомств с организаторами. Потому что я делаю что-то необычное. Сразу же все хотят, чтобы ты об этом рассказал. 10 месяцев назад я пробежал 257 километров на юге пустыни Сахара. Это юг Марокко. И вот мы туда приехали и почесали. И после этого меня все стали спрашивать, а как это вообще делается? А как потом выжить? И исходя из этого замечательного марафона, я составил какую-то карту правил жизни. Мне сказали, чтобы я заткнулся через 20 минут. Вот я постараюсь за 20 минут сказать какие-то правила, которые позволяют достигать больших целей и делать это эффективнее. И вот такая замечательная история. Итак, 257 километров по пескам Сахара. Вопрос, как это все сделать, зачем все это сделать, и как прийти к торговку. Как ставить большие цели и как не доходить маленькими шагами. Об этом я постараюсь рассказать. Я сам из школы с колоком. Через день мне позвонили и сказали, это значит, что у нас несущный человек отрыволовливый, владелец футболевого клуба «Монарка». И мы тебя подведем. Я говорю, нет, нас ты не устраиваешь, я мешал в 16-м. Вот я считаю, что нет такой фразы «нет времени». Вот я стараюсь соглашаться на все это. Это называется принцип «ЕСМЕНТ». Нам предложили днем вести программу. Я могу сказать, у меня нет времени, я на кого-то работаю. Я говорю, ну так же понятнее, там у нас времени не понадобится. Ты его волен. Когда вы от чего-то отказываетесь и вы видите, что у вас нет времени, и вот вспоминайте этот тест. Все, теперь готовимся и планируем. Здесь была куча советов, я оставил один. Чтобы подготовиться к любому сложному мероприятию, эвент-форуму, марафону в пустыне, нужна одна вещь. Продолжение следует...